Саш, ну у меня есть еще одна такая новость. Это, можно сказать, анонс очередного мероприятия, которое ведет у нас в Симферополе. Оно состоится в детском парке. Может быть, я кого-то очень сильно удивлю, но бесплатно раздадут 10 тысяч порций мороженого. Сумма эквивалентная 500 тысячам... 500... 500... Короче, 500 тысяч рублей потратят малые предприниматели для того, чтобы сделать для симфропольцев настоящий праздник. И действительно, это будет мероприятие, которое не только украсит день мороженого, но еще и концертом и даже катанием на воздушном шаре. Ну, а те, кто заинтересовался этой новостью, я отмечу, что состоится 17 августа первый в Крыму фестиваль мороженого. И начнется он в 12 часов на территории детского парка. Но у меня есть подозрение, Саш, что все-таки его получат только дети. Ну, не знаю. Я тоже не могу, кстати, за ребенка. Это же в душе дети. Абсолютно верно. Главное душой, как говорится, а не стареть. И это поможет сделать один бодрящий напиток. Ты имеешь в виду кофе, наверное? Абсолютно верно. Я уверен, что каждый начинает свой день именно с него. Но, кстати, я знаю, что очень популярен вид кофе с добавлением мороженого. Его многие любят... Кофе-глиссе называется, если я не ошибаюсь. Кофе-глиссе, правильно. Все верно. Но, кстати, раз мы уже заговорили об этом напитке, мы предлагаем более подробно узнать о нем и его историю. Культура кофе в жизни крымских татар занимает особое место. Этот напиток прочно вошел в быт и традиции народа. Готовится он только из свежемолотых зерен с ароматной кофейной пенкой и небольшим количеством сливок. Но самое главное, чтобы достигнуть совершенного вкуса, нужно приготовить его в настоящее джезве. Классические турки имеют коносообразную форму с широким дном и узким горлышком. Это позволяет сохранить аромат при варке. В Крыму живет продолжитель древнего ремесла. Мастер по изготовлению джезве ручной работы Рифат Куртвилиев. В джезве для приготовления кофе, подносы, кувшины и другие предметы кухонной утвари Рифат Куртвилиев изготавливает вручную. Я начинал из низов сам, не зная ничего, абсолютно ничего, в общем не знал. Она такой благородный металл, такой мягкий, работать с ним приятно. К самому процессу приготовления кофе мастер относится с особым трепетом. Рассказывает, что в каждую чашку волшебного напитка вкладывает частичку своей души. А кофе, сваренный в медной турке, получается ароматнее и вкуснее. Обязательно холодное. Ни в коем случае не горячее. Потому что это горячая вода, она уже процесс пошел. А кофе еще не растворилось в нем. А в холодной воде она растворяется. За три дня небольшой лист меди в руках Рифата Куртвилиева превращается в настоящее произведение искусства. Технологический процесс начинается с выбора металла. Будет ли турка из меди или из латуни. От материала зависит теплопроводимость и качество. По словам мастера, толщина изделия должна составлять около одного миллиметра. У меня есть работы, повторял я это копии старых мастеров. Но я это делал не по их технологии. А у меня получается верхняя юбка отдельно, носик отдельно, низ отдельно и ручка. У меня есть каталоги, я их боюсь листать. Почему? Ну потому что там такие работы и хочется повторить. Рисует свои эскизы мастер по ночам. По его словам, именно в это время приходит вдохновение. Если я ночью проснулся, завариваю кофе, если мне надо эскиз какой-то, я его спать не буду. Это было зимой, возле камина. Начал это наносить. И я даже не стирал его. Я как карандашом начал делать. И эта у меня композиция была прекрасна. В каждую работу Рифат Куртвелеев вкладывает в любовь и настроение. И в конечном итоге изделие получается неповторимое. А крымско-татарский орнамент, который украшает предмет, придает ему настроение и смысл. Ся рявляева Андрея Псом. Утро нового дня.